столичный рынок ребята сейчас я вам покажу что творится на столичном рынке какие лежат щуки я не знаю с меня рост вот такое судачно в Каневе цены нету каустолобик нормальный каустолобик трапы все тут еще тут только нету Смотри Серега уже и людей нету осетринка палка карверская есть креветкосы Ребята всем привет значит в преддверии нового года хочу записать небольшой коротенький ролик о том как правильно выбрать красную игру что важно знать какие есть нюансы и как нас обманывает производитель Ну во первых начнем с того что икра бывает разных сортов Это икра из рыбы горбуша, кита, нерка Все это основные виды рыб основные нюансы что важно знать Покупаете вы или на развес или в баночке Давайте начнем с баночки Во первых самое важное помимо там голограмм и всего остального номера партии самое главное это нужно чтобы было указано из какого вида рыбы сделана икра Рыба то есть кита например самая в принципе дорогая там горбуша подешевле то есть умышленно не пишет с какой рыбы это икра дабы например продать то есть самую дешевую икру по цене например дорогой поэтому важно чтобы было написано с какой рыбы сделано потом второй момент момент такой что обязательно смотрите откуда где находится производство у поставщика откуда непосредственно сама икра то есть если например там написано Житомир к примеру и сделана икра расфасована была там в третьем четвертом месяце то это сами понимаете какая это икра то есть тут даже объяснять ничего не буду икра должна быть оттуда там где эти виды рыбы обитают то есть или там Петер Павлов из Камчатки или Сахалин как правило седьмого по девятый месяц идет нерест поэтому икра фасуется нормальная икра фасуется седьмого по девятый месяц это очень важно значит потом момент какой берете вот икру вся однородная икринка в икринку то есть она не подавленная видите красивая икра нету каши то есть я вот даже вот так видите переворачиваю но она стоит то есть ничего там не капает ничего не падает видите он беру ложку беру ложку оп вот стоит горкой не распадается это означает что здесь минимум масла добавлено она вся ну смотрите идеальная икринка в икринку полностью идеальная икра вся одна в одну намазываем наш бутербродик намазали бутербродик очень вкусно ребят значит смотрите когда всегда если даже покупаете икру на разрез как у меня помимо того что здесь можно визуально ее посмотреть определить в принципе продавцы дают всегда пробовать поэтому когда пробуете вот например у меня в данном случае икра киты у киты крупный размер икринок то есть там 5-7 миллиметров если я не ошибаюсь там у горбушек 4 вроде бы ну то есть она почти в два раза меньше горбушек чем у кита поэтому икра киты считается самой дорогой и она не горчит что еще не нравится кита потому что она вообще не горчит никаких посторонних запахов и привкусов не должно ощущаться в икре кроме запаха рыбы все если она там горчит и еще чем-то дает типа как бы лекарствами то это означает что добавлен антибиотик и в любом случае удобно как определить ребят киту икра киты во первых у него крупное зерно она имеет светловатый оттенок то есть она более оранжевая не красная оранжевая икра которая рекламируется ну реально там по моему сифровой икры 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 через килограмм области почитать 500 грн килограмм 500 6 7 килограмм это просто смешная цена как выбрать нормальную игру икра нормальная должна начинаться от 2000 за килограмм то есть 200 грн за 100 грамм это минимум если вы покупаете тут дешевую икру которую вам рекламируют то в любом случае для икра искусственная как она делается искусственная икра можете заходить интернет посмотреть это отдельная отдельная разговор вот но это не даже не икра вообще помимо того что я там сейчас бы сказал об этом куча масла она вся подавленная третья сортная и так далее мороженое не охлажденная была она вся реально искусственная игра поэтому задумайтесь ребят смотрите первую очередь по цене за 500 гривен за килограмм я не знаю что это за икро ну честно не знаю нормальная икра стоит две с половиной три тысячи гривен килограмм нормальные киты то что я вам показал вот такой вот игры поэтому все ребят всем кому понравилось не забывайте ставить пальцы вверх пишите свои комментарии как вы выбираете красную игру полезно ли вам был этот ролик можете тоже написать мне может вы уже и без меня знаете как выбирать игру поэтому такое дело ну кто знает кто не знает поэтому все же не могут знать правильно все всем спасибо всем пока до новых встреч наступающим ребят праздниками вас пока